Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Ну, неплохо так. Вот я, кстати, заметил по твоей теме, что раньше, когда был Ben Broad, Hearthstone был как раз-таки герой для новичков. Сейчас, когда уже, собственно, геймдизайнер и так далее, руководство сменилось, мне кажется, Hearthstone идет в сторону того, что это игра для тех, кто понимает плюс-минус, что такое карточная игра, коллекционная. То есть сейчас уже чуть выше порог вхождения, он не прям высокий. Он не чуть выше. Ну, выше, ладно. Вот вчера задавали вопрос, стоит ли новичку играть в ХС? Вот как думаете? Не, ну, объективно, если есть желание, то как минимум надо попробовать. Не, вот смотри, просто представим, ну, например, в Доте, да, в Доте очень высокий порог, но там есть ради чего играть, там много турниров. Стоит ли играть в Доту с нулевой? Наверное, нет, потому что, ну, там... Потому что это Дота. Ну, потому что это Дота, да, типа, там помимо того, помимо возраста, как в спорте, есть ограничения по возрасту из-за там реакции и так далее. Там еще порог вождения еще выше, а в ХС, например, можно в любой возраст играть, как в шахматы. Вот, но стоит ли начинать новичку играть в ХС, если, допустим, будет много турниров? Да почему нет? Ну, то есть, если он хочет именно киберспортивную составляющую, ее прочувствовать, да, то есть хочет именно играть в турниры, я не вижу проблем, потому что некоторые игроки, они... Я не знаю, был такой раньше стример Мерлин, вот он пришел с авточаса Дотовского, да, и он буквально за два месяца взял там топ что-то 5 или топ 3, то есть, если ты именно понимаешь, что делать, тебе не обязательно обладать какой-то жесткой реакцией, там, как в КСе, как в Доте. Да, на диване с телефончиком, киберспортсмен. Ну, с телефончиком тяжело, конечно, но если понимание есть, то есть мозги на месте, то в любом возрасте реально можно начинать. Да, поэтому, надеюсь, турнирная составляющая будет развиваться и будет... А давай, Вадос, а давай спросим вот у чатика, чатика, кто никогда не играл в Харстоун, но после турнира появилось желание зайти и научиться играть в эту игру? Попробовать. Да, попробовать. Напишите плюсик просто. Реально интересно. Так, Вадос, расскажи, что тут у нас, какие герои есть, кто здесь фаворит именно, может быть, какие-то Тир-С персонажи есть, какие-то слабые, как будто не повезло с выбором. Опять Глазки, опять Глазки, Колпак, Ставочник и вот этот, как его, Хуя Гашоу, монетки, которые дает такой линзы. Это Мурлок Холмс. Мурлок Холмс. Вот эти четыре героя фавориты. У Шараджа хороший старт с кепкой на пятый. Лич есть в теории на демонов, разогнать демонов и воскрешение с реборным сделать. Ну, как бы, опции есть, но четыре Тир-С герои есть. Кстати, в последнее время я Коко не очень часто беру. Если мне дают на выборы, например, Кока, Пирожка и Бурикрыла, я беру больше Бурикрыла, потому что на Коке задолбало. Знаешь, не копать... Колпак М2, да. Не копать юнита того уровня, в который ты апнул. Стапаешься в тройку, там где двойка, двойка, единичка. Я вчера играю прямо с Лехой. Леха рядом со мной сидел, он на колпаке играл. Я такой сижу, типа, ну, жду ход. Он такой что-то ругается, сидит и говорит, типа, посмотри на мою раскопку. Ну, я посмотрел, что он разрешил. У него на колпаке раскопка 1-1-2, что-то там щука 4-3, что-то такое, типа, скриптовый герой, типа. Ну да, на нем не роляешь, у тебя очень мало армора, ты теряешь при лвлапе, и копается два, как бы, ну, игра рушится. Что поделать? Арслан у нас на чем играет? Хороший герой? Сильный или не повезло с выбором? У нас на, ищу, ищу, колпакете, 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 колпакете РС. Что он раскопал, интересно? А, ну у него диаболик, у него, у него диаболик, у него гусыня, типа, экономика, у него все хорошо. В среднем очень хорошо. Гуля, которая триггерит гусыню, прям сильно. Окей. Да, старт нормально, кстати, шансы довольно неплохие, именно если он будет, не будет играть, знаешь, этот пусси-плей, который он делал в прошлой игре, да. Надо сейчас постараться реализовать то преимущество, которое у него есть, в виде того, что у него гусыня призывает, там, два-три таунта. Чтобы четвертый можно было просто отдыхать и уже знать, что ты точно выходишь и... Да. Да, да, я думаю, что он сейчас апнется, потом апнется и будет копать, пытаться четверку и отходик подусилится, и потом дальше пойдет пять в шесть, что-то такое. Чатик для тех, кто присоединился, это идет у нас третья игра, в этой группе будет четыре игры, потом будет группа B с другими участниками, которым вчера менее повезло с заходами, там, и набрали меньше очков. И потом заключительная будет третья группа еще с игроками, которые набрали еще меньше очков. Я заметил, знаешь, что у нас в чате есть карта из Харстоуна в чате. Титра Ванда. Он из Харстоуна пришел в чат. Так, а это стример какой-то или... Нет, просто типа... Ну, Титра Ванда пришел. А-а-а. Чего у нас тут седьмая мана? Ну что, хой-гол, какой-то пока непонятный стол, что-то какие-то парочка наг, парочка свинок такое. Что-то промежуточное, знаешь, зажду. Вот самые бесечные ситуации, это когда у тебя и непонятный микс существ, и еще и дуплетов. Вот хоть что-то, сейчас соберу триплет, и там уже пойму, во что играть. Ну не, обычно в Химеру выходить надо с такого, там, какой-нибудь помойки. Ну, типа того, да. Бабла и Химера, 3-1 карта. 3-1, кстати, недооцененная карта очень, часто ее вязают. 3-1 это ты про... На букву F какой-то он там. С Баблом? Бабл, 3-1, да. Ферикс, что-то такое. Блин, у нас когда вот эти вот съемки были, перед играми у тебя какие задания были? У нас были, типа, карточки, не знаю, показывали или нет. А, это у меня был пиксель-арт. Да, у нас с карточками было там, блин, назови, типа, звери. Кроме Голдрина, кого ты знаешь? Кроме Голдрина? Ну, именно полное название на русском карте. Актасари, и все, у тебя 10 секунд, понимаешь, и ты не называешь карту. Подожди, Актасари, Механоконь, что там у нас еще есть? Надо таверну вспомнить. Так вот, 10 секунд, и все, у тебя вот одну карту вспомнил, дальше не помнишь. Например, Крылатый Ара. У тебя уже прошло время. Например, не знаю, Андеды. Боевые ключи, типа, понял? Ну, по именам тяжело вспоминать. По именам, потому что, ну, например, каждую карту можно по статам назвать и по эффекту, а вот название никто не вспомнил. Ну, или какое-то свое название, которое, знаешь, там вот сократили, там, знаешь, там название три слова каких-нибудь огромных, и назвали ее, там, не знаю, каким-нибудь простым словом, и все такое уже знают какую-то карту. Пиратов я бы, кстати, много назвал, и демонов, мне кажется, тоже легко быстро вспомнить. Пиратов находит триплет. Два молчезара у него, кстати говоря, с шариком. У него еще есть дирижер. Сейчас это нужно продавать 1-3-4-3, брать дуплет и дальше крутить. Это очень сильно. На восьмую ману, покинь. У пашки завидует. Ну, у него, правда, два фейды поинта, ему нужно топ-1 прям вообще хайродить. Хайродить. Ой, блин. Слушай, если он проиграл файт, тогда он купит еще одного молчезара. Я просто боялся, что он не купил. Еще шарик, еще шарик нужно найти, это будет супер стол вообще на топ-1 сразу. Надо еще за две монеты хороший стал. О, еще и 2-4 со сплами. Ну, я бы, на самом деле, не брал бы. Почему? Халявные. Потому что у тебя еще 5 реролов и шанс найти лучшее демона больше, как будто. Да, мне кажется, халявные сплые тоже. Ну, ладно, согласен, наверное, да. Я бы, может, фризил. Я, наверное, тоже брал. Ну, Паша не хочет терять две монетки все-таки, если он фризил бы. А, ну, типа того. Это прям, это просто этот золотой молчезар с шариком. Он сейчас второй шарик найдет. Если бы он еще с дуплета нашел Тихондрия, это был бы самый сильный стол за весь турнир. Ну, мне кажется, ему есть варик апнуться. У него как раз-таки сейчас монетки будут готовы, его обилка будет готова. Если он сейчас бросит, нормально, можно апнуться. А можно Фритерус еще раз показать? Просто интересно, что он на роли. Там прям вообще самый интересный стол сейчас. Сколько у него сейчас? А, у него 9 голды. А, он один кинул. Блин. Ему бы 3 кинуть, но он в пятерку апается. Ну, апается надо искать молчезара. Плюс тихо, дорогие. О! Хорош! Хорош! Наконец-то! Это жесть! Это жесть! В общем, есть надо, потому что тут очень хорошие статы. Сразу хорошие статы, да. В него кидает. Я бы кидал в таун. Я бы кидал в кого-то послабее. Еще молчезар! Но нельзя его взять сейчас никак. Кинул бы не единичку, мог бы купить. Ну, надо тихо-дри искать, тут вариков нет. Это жесть! Это просто жесть, прикинь. Игру, сюда тихо-дри просто, это жесть. Паша, надо занимать первое-второе, чтобы пройти, да? У него там слишком все плохо. Ему надо единички в идеале, да. Блин, если он хочет прям совсем на хайролл, мне кажется, он может подфризить типа обилку, найти обилку Террена. Обилку берешь... Держи, Джорджа? Да-да-да-да-да. Джорджа Террена, что-нибудь такое надо найти, ему. Аллакир. Аллакир, да, хорошо. Тирон. Ну, это да, что там еще подходит? Рыно какое-нибудь там позолотить сразу. Да даже тот же самый Голливикс, мне кажется, чуть-чуть экономики прокрутить там. Не-не-не, Голливикс фигня. Ну, неважно, короче, да. Ну, обилку надо сэвить. Обилку надо сэвить. Пока что самый жесткий стол вообще в игре. Это один из самых сильных столов, который вообще игроки собирали за весь турнир. Именно в соотношении ход на седьмой ход. Седьмой ход, сколько там штатов? 60-64. Восьмая, девятая мана, у тебя безграничная экономика, у тебя 60 статов карты, у тебя пятая таверна, это прям очень сильно. И даже этим можно проиграть, но тут важно... Мы просто не понимаем, может быть, в этом лобби, знаешь, всем так сыпят, и нам сейчас покажешь какие-нибудь столы другие. Даже если им сыпят, они этому проиграют. Потому что шарик 60 статов, и он очень сильно безграничный скейлятся. Но он решил не фризить. Не знаю, мне кажется, что надо было фризить. Ну, вот, например, свиньи, да? Свиньи скейлятся сильнее, чем демоны, но нужно больше времени. И нужно больше юнитов найти. Да, он, скорее всего, не успеет с его столом, и то, что он сейчас еще блок теряет на ставочнике, это кто у нас на ставочнике? А на барраже у нас играет лутэм, да. Да, стол интересный. А можно представить, что у Арслана у нас после их файта? Что, у него там две маны, у Арслана здесь хороший удар. Бабуну по. А у него, смотри, пятая таверна, и у него двойной блок на колпаке, это, конечно, сильно. Это жесть, это он 5 хб потерял. Это первая группа называется. Фегендарный. Хуэсворт на первом месте. А, уже не на первом месте. Хуэвв на втором месте. Блин, интересно, ты в Уралактасари замазывался у зверей просто. Мне кажется, звери тот архетип, который ты не хочешь именно полностью перестраивать, а ты хочешь с ними начать, не проигрывать файты, а потом перестроиться быстренько во что-то. Ну, то, что ты сказал, я играл, в идеале его брать с дуплета, потому что это очень темповая карта, 8-8, еще раз 8-8, которая качается, и через нее уже в нормальный билд выходить. Так работает. Ну, вот непонятно, хочет он брать зверей и продолжать играть в них или нет. Я думаю, что надо левел Волк. Сами звери сейчас не такие, да, сильные по сравнению с тем. Звери сейчас это, наверное, самый слабый архетип. Да нет. Так как кто слабее? А кто слабее, чем звери? Драконы. Ну, драконы с четверки. Не нравится. Андрей, ты слабее. Нет, смотри, по соотношению легкость, сборки и сила, мне кажется, драконы сильнее. Потому что тебе с четверки не надо вообще никуда выходить. Да, согласен. То есть, если да, если будут драконы против зверей, понятно, что звери выиграют. Он предыдущую катку не левел апнулся на пятую ману, ой, на пятой таверне, когда у него был двойной блок. Здесь он думает. И здесь ему тоже нужно апать. Он может апнуться и продать, ну, продав двоих спокойно. Ну, возможно, Арслан просто понимает, что у него первые декадки были хорошие. И здесь просто надо не рисковать. Он все правильно делает. У него смотри, у него сейчас диаболик призовет с Гусени карту, с Гули еще карты. И потом еще карты, и это все под акта-карту. У него двойной блок, у него все хорошо. И он еще сейвит по ходу расколку бестов, чтобы найти волка, либо что-то такое, ребилднуться. Ну, правильное решение, это с его выбилд на топ-4. У него топ-2, топ-2. А что есть еще вообще и по типам существ? С пиратов он не соберет, Тетиса нет, Элемов вроде нет. Демоны там были. Бесты. Типа доигрывать с бестов, думаешь? Ой, он 40 хп, 40 хп от Гидро. Ой, это не Гидро, а какая-то. Нага. Химера. А, Химера. Минус 15. Да, ну, блок еще есть. Ну, конечно, он в 6-ой авер. Так-то, ну, неприятно, конечно, так. Два хода на Волкарии Миндера. Плюс раскопка бестов, плюс спел. Спел, наверное, сейвить зря он это сделал. Ну, из хороших новостей, то, что он обнулся, это было в плюс. Потому что даже если бы он остался в пятом, он все равно получил эти самые 15 урона, скорее всего. Смотри, Паша в шестерку вышел. Ему сколько молчезара всыпят? Жесть просто. Ну, змея. Ой, еще молчезар. Блин, прикинь, что это золотой будет. А Тихо Андрея нет, да, еще? А Тихо Андрея нет. С Тихо Андреем не везет. Я говорю, если бы он тогда с дуплета нашел, прикинь, какие они огромные были бы. Я говорю, это самый был бы сильный шел за всю. Он пытается что-то опять раскопать, но такое. Я бы не брал бы никогда. Да я тоже его не брал сейчас. Какое-то золочение, наверное, ищет. Зачем? Ну. Как будто мисплей сильный. Да. Ум, второй. Уже поздно для него, как будто. Ну, решает Паша, что не поздно, можно еще покачать. Ну, видишь, молчезара нет. Ну, блядь, не молчезара, а Тихо Андрея нет. Ну, не, 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 ну зачем? Ну, не надо, но ты же не на коляске играешь. Я думаю, что на Паше сказывается то, что он предыдущий 8 занял. И вот он, типа, очень рано собирает это все. Да, у него какая-то боязнь, типа, на подсознании. Но этого нельзя делать. Он бы в этих реролах мог сейчас, молчезара, найти еще дуплет собрать, прокрутить, шарик собрать. Но он уже залочился бабкой, и он не соберет, потеряет экономику. Хотя ему дадут, конечно, пока не надо. Он не надо. Сказывается первые две игры, конечно. Он бы мог, типа, зачем было брать бабку просто, ну, типа, в этом нет смысла, у тебя еще 20 реролок на следующий. То есть в этом есть смысл, если ты не самый сильный или не один из самых сильных в лобби, или у тебя нет сборки какой-то, и тебе нужно что-то искать. Вот, мог бы, да, мог бы обилку сменить. А теперь сейвит, когда уже нету бесплатной обилки, потому что он 24 демона продал. То есть, ну, он прям экономику теряет. Очень сильно. Может, он считается, он слабый? Арслан, кстати, нашел реборн на змею и две октокарты за ход. Хорошо. Это очень сильно. Как будто бы он выиграет сейчас. Зависит от трейдов, на самом деле, есть актасари. А, с вас две самые сильные карты уже. Да, они в тауне. Это жесть. Ой-ой-ой-ой. Гуля. И сейчас еще надо два лероя. Два лероя еще. Ну, кстати, юниты слабоватые со змеи. Слушай, ну, может, кстати, демон один. Она расстрелит все это соляного. Ну, блок филд. Да, ну, приятно. Это плохо. Ну, вешу, поэтому и не надо было брать всякие технические карты. То есть, я сам, кстати, вчера заметил, что я тоже беру технические карты, чисто потому что после второй игры, где я взял топ-8, и тоже боишься, ты уже боишься, так, блин, не надо еще раз топ-8. А надо усиливаться просто здесь. Опа, один этот, шатарка. Под Химерово. Он еще шардами и бафает. Ревендера сюда найти. И задал от этим. Ну, где? Вадос, кстати, знаешь, что я узнал? Ну. Когда помнишь, вылетал на экране промокод, знаешь, что это такое было? Так. Это промокод, ребят, по которым можно забрать одну, две или три тысячи для одного из тех, кто первый это ввел на сайте. Поэтому, чат, когда если на экране попадается промокод, то первый из вас получает бонус. Уже не секретный. Серега раскрыл тебе секреты, блин. Ну, я узнал, мне интересно. Я просто такие вещи люблю, знаешь, ты сидишь такой, вылетел на экране, ввел, ну, выиграл, приятно. Не часто что-то вылетает на экран, да? Да, не выиграл, не выиграл, ничего страшного. Ну, хуя вв, 30 хп, хотя сетап реально странный. Ну, типа... Ну, в смысле странный, это хорошая коляска. Не, ну, потому что чисто, да, не какой-то, не какой-то там сборка. Это супер коляска 2022-го. Там такие вот как раз билды были. Блин, реально, восьмой мана, конечно. Вадос, кто-то может сейчас Фритериуса перебить? Или у него все, уже стол... Могут, могут, колясками перебьют, возможно, но... Зависит от него, на самом деле, самого. Ему Тихондрия не дали вообще за три хода, это прям очень сильная просадка. Но, это, смотри, это же еще и косяк в том, что он Глероя взял, взял Шиповедьму и так далее. То есть потенциально он там мог его в какой-то момент найти. То есть он сейчас два ролла сделает, там Тихондрий, а он мог быть там ход назад, например, уже. Да, это сколько статов на каждого демона, по 10. Это опять карта 50. В Ревендера, блин, у него от Гули умирает Ревендер, Кобра не скрывается под Риборном. Смотри, смотри, лицо Арсвадов просто, он в шоке. Это смайлик-парик. Это супер анлак вообще просто. Открыл рот, он просто в шоке с того, что происходит сейчас на столе. Это скам, но... Ой-ой-ой, как обидно такое проигрывать. Слушай, но сколько там статов? Там еще карта не умирается, не кубинка. Он вылетел, да. Туда супер обидно вообще. Улетает, и это у него... Блин, можно опять узнать бы процент этого файта? Это просто капец. Может, после этой катки Пашу позовем? А вот это его тоже вылетел. Ну, Пашу... Просто Арсванд у нас уже два раза был, рассказывай. Он уже к нам идет, я думаю. Я бы Пашу позвал. Смотри, да, я вижу, кто-то там уже ходит. Кто-то уже ходит. Но он уже собирает, конечно же. То есть, когда он уже начал собирать этих шиповедьм, все дела уже нам доскурает. Смотри, у него просто план такой. Он бафает шарики до Талова, просто пока у него есть блока, возможность. Ищет шатарок, и потом будет ребилдиться в бабок. План такой, но ему нужен таунгиллер. Ну, то есть таун на шарик, дуплет шарика. У идеалия Малчезар. Он ролит, его ничего не дает. Это, конечно, игра с камом просто. С камвеком. Не, ну слушай, вначале-то кучу всего надавали, поэтому не скажу, что у него там какой-то плохой заход. Слушай, ему вначале дали, но как бывает, знаешь, вот замечал, мы вчера про скрипты говорили, но есть такой еще скрипт. Вот, Паша дали нереальный заход, и если ты останешься на таверне, то тебе дальше не будут отдавать ничего, пока тебя не пробьют. Очень сильно, либо не снимут блок. И поэтому нужно левелапаться. В том числе, потому что ты в тейнке. Сейчас я полностью согласен, они не играют просто. Это понимается и осознается, когда ты в эту игру играешь. Когда ты не играешь, много особенно, этого не увидишь. Сейчас ты согласны, кто согласен. Все согласны, конечно. Посмотри, кто смайлик вот этого белого в шляпе кидает, это согласны. Нет, сейчас проверим. Кто согласен с теорией Сильвера, поставьте плюс. Кто не согласен, считает, что это бред вообще полный, ставьте минус. Мы сейчас проверим. Там одни плюсы будут, знаешь? Там уже полетели одни минусы. В смысле? Я ни одного минуса не вижу, у меня плюсы. Вот он, легенда на свиньях. А, ну если два человека подряд пишут минус, это получается минус на минус плюс дает. Да, минус на минус плюс. Смотри, свиньи. Кстати, свиней на Турики не было практически. А, нет, были, были, были. Но сегодня, по крайней мере, не было. Я не видел каких-то жестких столов со свиньками. Фризит спал за два, который даст ему еще кучу свинок. Но Мурлоков нет, тяжеловато реализовывать. А, ну там типа есть Релак, но Релак не сейвит статы на этот. Да нет, как чел, даже так бафает нормально. А, так надо говорить, да, Райлок. 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 Научишь английскому. А? Научишь английскому. Могу. О, смотри, там это у кого 50 слитов, против, бойцы. Ну, у того, кто сейчас вылезет, я думаю. Бойцы Бакуган какие-то просто. Нет, у нас китайский игрок. Наишакил, у нас Коэс Вор. Наишараджи — это Свор, да. Нормальных он собрал, Щук. Но это его не помогло. Ну, не помогло, блядь. Ну, хп будет чуть побольше. Мне кажется, что потенциал у него есть. Проблема наг в этой мете в том, что если мехов нет, тебе уже нечем сплы генерировать. Если раньше была нага, которая дает тебе сплкрафт, раньше была... Чего сплы получали? Этот бист, который дает тебе спл... Сплорокарта. Да-да-да. Да нет, проблема Щук в том, что они медленны очень. То есть Т6-карту возьми, которая бафает шарды с кочергой, и возьми этого чела, который 1-1 бафает за каждый спл, спл еще разыграть нужно. Нет, дракона нет, который дает сплы в конце хода. Ну, это не особо решает. Но мне, смотри, я когда, опять же, в прошлом мете собирал наг, всегда, если из дракона добавляешь одного дракона, там, условно, если получается тому позаладить, например, со спла, у тебя 8 сплов каждый ход. Ну, это уже, блин, это сильно согласен. Обилка помойки. Такой ход, 12-й, да? Был бы одиннадцатый, кстати, можно было еще взять обилку... Как это вы герой зовут? Нет, не Ому, который Билетикус. А, да-да-да, если ты на одиннадцатый взял, на двенадцатый копаешь тер-3. Чат, чтобы вы знали, если вы возьмете обилку Билетикуса, там, условно, на одиннадцатый ход, на седьмой ход, а на следующий ход вы сразу получите раскопку. Такая, типа, вопрос по механике игры из чата. Там, кстати, спрашивают, играют победители или нет. Это играет первая группа, кто занял больше всего поинтов вчера. Next играет группа топ-8, еще ребят по поинтам и будет последняя. Соответственно, с каждой группой определенное количество людей выходит в плей-офф, который будет завтра. Из-за этой группы выходит пять людей по поинтам, со следующей два и с последней один. Вот и все, удачи. Сейчас играют, получается, самые сильные игроки по вчерашнему дню. Да, да. Те, кто набрали больше. Я, наверное, сейчас, кстати, после этой катки пойду перекушу. У меня тушник с игры уже. Ну, через игру я вас оставлю. Да, хорошо. А кто к нам присоединится? Лавана сейчас позовем. Лавана нормально еще. Хочу кушать пипец вообще, сижу голодный. Сейчас дайте покушать. А ты себе на завтрак один? На завтрак один? Да, да, да. Так, ну, чтобы это нам показывают уже 12-й ход. Осталось 4 человека. Арслан еще не вылетел. А, вылетел. Арслан же там еще давно вылетел на Кокиева пробит. Да, у него вообще обидный вылет, но... О, е-е-е. У Фрица хорошие шансы. Сразу небольшой спойлер появился. Не смотрим левую часть экрана. О, что? Ты видел это? Боже, посмотри... Покажите вебку Фрита, просто покажите вебку Фрита, пожалуйста. Я чувствую, надо после этой игры Пашу Фрита звать сюда. Ну, чтобы он дал пару комментариев по поводу этой игры. Я, конечно, у него невозмутимое лицо, как всегда. Не, не, она возмутилась. Я думаю, что ему есть что сказать. Подожди, а что мы смеемся, кто выиграл? Так, подожди, нет. Нет. Кожа выиграл. А, он выиграл. Я думал, выходите посмотреть, как он радуется. Тогда не надо показывать его. Нет, я думал, выходите посмотреть, как он обрадовался, что он выиграл. Нет, подожди. Там просто как-то показали, что бабка ударила в шарик, а шарик был у Паши, и Паша должен был вылетать. Да, я как-то тоже подумал, что он вылетает этот ход, а оказывается он выиграл. О, змея в триплет. Нет, у Паши все хорошо. Ладно, этого не было. Один на один остались. Синет, как ты считаешь, какой стой посильнее выглядит? Слушай, блин, тут на самом деле, мне кажется, у Паши стол. У Паши? Сильнее выглядит, во-первых, тут есть. Подожди, ты точно видишь, что слева? Ты понимаешь, что там за билд? Мне кажется, нет. А, это, который свапаешь самую жирную карту, кидаешь на нее. Все, я понял. Это, кстати. Да, я не сразу заметил, что это за билд. Ты понял, как это работает? Ну, я вижу там карту. У сисек есть обилка свап-карты в таверну. То есть ты свою любую карту, кроме золотой, можешь кинуть в магазин. На меха... Есть карта новая, вот эта вот. Видишь, две щуки, 5-6 такие, или сколько у них, не вижу. 4-6. Зеленые такие, зелененькие, две штуки. У них спелл, он статы, в карту, которую ты кидаешь, эти статы копируешь себе. На какую-то из карт. То есть вот ты свапнул в магазин 200 статов, кинул спелл, 200 статов рандомно прилетело в твою карту. И ты эту карту покупаешь. Понял? А потом снова свапаешь. И потом снова, да. Прогрессия. То есть у тебя было 200, прокнуло на карту, где было 200, 400. Ты свапаешь уже 400. Соответственно, 200, 400, 800 и поехали. То есть если игра затянется, там будет весь стол из таких огромных карт. Ну, уже неубиваемые там карты. У тебя там, конечно... Ну, там... Есть герои. Кстати, бабок собирал не так просто. Нет, вопрос не в том, что ему их не надо вообще собирать. В том, что на той стадии не надо было собирать. Просто сейчас было бы у него примерно такой же стол, но с большим шариком и все. Ну, возможно. А может и с меньшим, знаешь. Тут тяжело сейчас будет Паша, потому что хп много. И ему надо как быстрее... Если пытаться выиграть, надо быстрее как-то пробивать его. А большое количество хп за один-за два хода уже будет как-будто поздно. Ну, скамить как-то надо. Может, я там еще пару лероев призову. Там ребор, потом еще пару лероев. Да, это вот что-то такое. Но проблема в том, что у Джадди нормально хп. И если не прям совсем голдфиш будет, то даже там один файт рандомно выиграет, там 10%. Да, два подряд как бы так не зараляются, змеи. Очень маленький процент. Еще какой-то спалкрафт выкинул. Как они баблят демона, чат хелп. Они баблят демона картой щука из пятой таверны 4-6, которая дает чародействам бабл. Вот. Что там? Еще по Весьму первую поставил. О май гааа. Еще и по демону не попал. О, жесть. Ну, как будто он зря затаунтил, если честно. О май гад. Ну, нужны ли Роя? Нужны ли Роя удачи? Нужны ли Роя? Хотя бы два. Есть, есть три штуки. О, гуля. Не самый лучший удар. Есть семь Лероя. О май гаааа. Слушай, ну выживает вроде, выживает. Не, ну он выиграл семь Лероев. Хотя бы одного просто и все. Не, ну он типа не выиграл, но живет. Ну, я думаю, что он сейчас не выиграл. И следующий ход он уже не выиграет, потому что там прогрессия пошла. Да, там уже сейчас еще сильнее будет. Ну, Лероям же пофиг на статы. Если все-таки они выпадут, то себе плевать. Ну, слушай. У него же надежда только на них. Ну да, но ему, блин, тебе если нужен был один Лерой, теперь нужно три. Там еще не повезло ему. Змею разбили. Как раз она только воскресилась. Ее сразу разбили, она на одно существо меньше призвала. Да, да. Ну, этот Хьюнинт даже не решал. То есть, даже если он пробивает Штару, он призывает Химеру все равно. Ты видишь, ты это видишь. ПТС взял сам купил? А я сейчас не заметил. Я смотрел на левый бок. По-моему, сейчас будет жесткий ребют. 20-20. У него было 2,5 ПТС, а сейчас будет 10,5. У Арслана было за две игры 16. А сейчас у Арслана плюс где-то 2. 18. Ну, Паша есть шансы, если он топ-1 заберет next, тогда есть шансы. А распределение там поискам еще раз. Первое место 10, второе 8, потом 6, 5, 3, 4. Ну, что-то такое, да. А потом 3, нет. 6, 5. Смотри, 9, 2, 1, 0, 10, 8, 6, 5, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1. Ну, да, что такое. То есть, у него сейчас полтора. Полтора очка Арслану, то есть 17,5 п. И должно быть. Шутка про то, что у него полтора очка и в лобби еще и 4. Четыре хуя. Блин. Нет, это легендарные шутки, конечно. Кстати, сегодня я заметил меньше шуток про хуев и так далее. Просто они сегодня не так... О-о-о-о, еще и змею ему разбили. Смотри, одно хп прокнуло, и там карта упала, которая бьет по своим картам. Она убивает карту и не дает треснуться карте, и карта проебывает. А, нет, не проебывает. Она сначала дает хп. Она раньше так работала. Я думал, что она убивает карту, ладно, извините. Ой, он еще и Лерой убил. Походу, это луз, потому что тема мне разбила. Понятное дело. А, нет, стоп. О, там выжил мехозверь. Да, ну тут просто по прогрессии не выиграть, потому что ну просто ну как-то вот так вот. Это был ВВ, да? Да, это ВВ. Это был ВВ. По-моему, был ВВ, но какой-то был путь. Ну, по лицу похож. Ну что, ребята? Пашу позовем. Ну, я думаю, что он должен законать, если там кто-то ходит. Я думаю, если он будет у него желание что-то сказать, он подойдет, наверное. Блин, можно? Я предлагаю, кстати, нужно будет потом с переводчиком, может, одного из хуя позвать, типа. Можно. Ну, какое-нибудь интервью, типа, взять. Ну, кто-нибудь, который самый такой. Вон, Паша. О, Паш, мы как раз всех хотели позвать. Это же... О, таблица очков выходит, смотрим у нас. Нет, это предыдущая таблица, кстати. Да, таблицу можно обновить, пожалуйста? С прошлой катки была таблица. Ну, заходи. Смотри, у тебя сейчас второе место было, да? Да. Второе место — это 2,5 плюс 8, это 10,5. Тебе нужно топ-1, и тогда шансы есть. Не кажется ли... Вторая катка очень душная была. Вторая скамная вообще была просто. У Арслана это было скамная, ты не видел, что там произошло? Да. У него был колпак, у него был ситап бестов. Чел с пелом, который делает 1 хп карте, бьет в его Ревендера. Ревендер умирает от его гули, которая должна была спамить с гусынь карты под октакарты. Ревендер умирает, все дохнет, и кобра не раскрывается с реборном, и он вылетает. Там вообще капец. Он срказар, да, с двумя? Да, он так усилит, типа. Там вообще прям... Ну, с камней чем у тебя, короче. Ребята, конечно, ну, просто... Они рисуют Т3-карты очень хорошие. Да, да, да. Ну, типа настолько сейчас мета зависит от пары Т3-карт. Смотри. И это прям очень... Пад, в принципе, сейчас ты на пятом месте, ты сейчас проходишь. То есть тебе сейчас занять топ-1-топ-3, я думаю, что это будет проход. То есть, смотри, Арслан, Хуя ВВ и Хуя Гошоу плюс-минус, наверное, проходят, даже если топ-8 занимают. Ну, получается, я просто борюсь с Беттер Эбитом и... Борюсь с Беттер Эбитом и Алт Эму, но по факту... Да, 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 да. Короче, шансы есть, но вторая катка была очень сканная. На самом деле, зря я слушаю комментаторов немножко, я послушал там разговор от Головача, который говорит, ну, там, да, надо на Хайрул играть еще что-то. Я такой ныряю в четверку, ищу Раптора и Наруба и еще. То есть ты реально слушаешь Головача? Не-не, я так проходил, такой, да, там, это... Если Алт Эму топ-1 заберет, тогда при топ-8 ты не проходишь. Паш, ну тебе в любом случае надо было, потому что у тебя первые две катки не зашли и тебе... Нет, это вторая катка. А, ты про вторую, да? Я про вторую катку и лапнул в четверку, чтобы найти Раптора и Наруба. И думал, что мне сидеть на тройке и искать, этого демона нет. Но вот Глазки, который на шестой ход, у нее там 5-4 карт забафленных, и потом Арслан, у которого ранние Пиноккио, похоже, были, и я такой... Арслан, там два Пиноккио, два забафа Таверны, Балчезарна, Сегуммана, там вообще был уже... Ну, вот я его и встретил не было в временах. Он в ту игру прыгал, потому что он в шестерку не вышел. Ну, я видел, да, со Штарой и так далее, но за это немножко обидно было, потому что вот в первом файте, когда был финальный бой, он поролил 1 к 3, и там еще какие-то гадости были. И, ну, типа, технический бык очень хорошо он съел, в быка попал, или как он у него статы в быка ушли, ну, по-моему, как бы... Уже и не помню. Короче, я предлагаю... Еще, браздей, последнее, обилку Тирона, можно мне как у них радировать бы? А, нет, вообще, да, хуй с этого, сори за мат, но это просто два дня Турика, они с пылов роляют обилки, просто выигрывают. Против Арслана Молнии три Тирона из трех поддемонов. Вот, и маженеру сейчас, блядь, ебучего Тирона, извините, там, мадамя, глазик 200-200 с баллом, я съедаю его, и он всегда призывается. Да, да, да. А этот профессионал первой же тычки с тремя таунтами бьет именно в него. Но, но, мне кажется, ты ошибочно рано брал техкарты и скипнул спелл на обилку, то есть ты как будто плохо сыграл. Нет, там был, я думал, фриз где не фриз, потому что фриз того не стоит, типа... Нет, ты просто, мне кажется, уже победить с Лероями начал слишком рано набирать. У тебя супер старт, у тебя супер темп, тебе не нужно было Лероев и Бабок покупать на тот момент, через ход два. Тут, нет, сидишь, раляешь там в Малчезаров, в Триплевах. Ребята, сейчас слева на экране появился код, я уже сейчас буду пытаться его вести. Попробуем, давай, кто быстрее. Кто первый, кто первый ведет, получит от одного до тысячи рублей, до трех тысяч рублей на сайте Бэтбум. Серега уже вел. Зачем я об этом говорю? Надо бы сначала вводить, а потом говорить. Сначала вводить. Короче, я предлагаю, после следующей катки, можно будет нам пригласить одного из хуя игроков и взять какое-то интервью. Мы желаем тебе удачи, давай, все у тебя получится. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok